Сборная России по хоккею Сборная России стала второй на домашнем этапе Еврохоккей-тура, одержав две победы над финнами и чехами и уступив команде Швеции. Сразу пять игроков в Сибири защищали цвета своих национальных сборных. Остальная команда усердно тренировалась, готовясь к возобновлению чемпионата. Как Сибирь провела эту паузу, расскажем прямо сейчас. Сибирь ушла на перерыв, не лучшим образом потерпев поражение в двух домашних матчах. На данный момент Сибиряки 11-е на востоке. Отставание от зоны выхода в плей-офф 4 очка, а времени до конца регулярного чемпионата остается все меньше. Поэтому паузу на Еврохоккей-тур команда провела более чем плодотворно. Тренировки и наигрывание новых сочетаний. В составе за эту неделю произошло несколько изменений. Два игрока клуб покинули, три пришли. Надо было свежую, как говорится, кровь, чтобы поменять какие-то вещи. То есть, просто иногда бывает так, что хагист, который, проводя долгое время в команде, может быть, перестает прогрессировать, может быть, перестает развиваться. Поэтому мы решили сделать такие изменения. В этот перерыв, конечно, мы достаточно много работаем. Нам много-много работы, да, на чем надо. Поэтому я надеюсь, что мы плодотворно провели это время и подготовились к домашним играм. Наверное, главная трансферная новость – возвращение в Сибирь защитника Константина Алексеева, который начинал сезон в составе ЦСКА. Старожил команда, должен добавить надежности в оборону и атмосферы в раздевалку. Предложили, был вариант, недостаточно игрового времени получал. Сказали, что если хочешь, можешь поехать в Сибирь, есть такая возможность поменять. Я с радостью воспринял это. Скучал по новосибирскому болельщику? На самом деле, да, конечно, болельщиков особенно очень не хватало. Потому что там на стадионе человек 500, наверное, ходит. И так тихо, вообще непривычно после того, когда я здесь 10 лет играл. Сумасшедшие поддержки и прям очень охота быстрее, чтобы матч был. Также в этот перерыв Сибирь провела День добрых дел. Клуб давно известен своими акциями для болельщиков. И на этот раз она растянулась на все выходные. Тренировку в Сибири посетила детская хоккейная команда, а также болельщики, которые чаще всего наблюдают игру любимой команды по телевизору по состоянию здоровья. Одним из самых ярких моментов стал выход на лед Василия Даниленко. И если в прошлом сезоне парень выезжал на площадку на коляске, то сейчас сам встал на коньки. Не остались без подарков и игроки. Так Федор Беляков, который является кумиром мальчика Вани, получил торт. А взамен самый самоотверженный игрок КХЛ вручил своему персональному болельщику клюшку с автографом. Всероссийский турнир по фехтованию на саблях на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Познякова собрал около двухсот юных спортсменов со всей России и Казахстана. География нынешних соревнований более чем обширная. В возрастных категориях от 13 до 16 лет представлены обе столицы – Нижний Новгород, Вологда, Челябинск, практически все регионы Сибири. Также в Новосибирск приехали сразу несколько участников из Казахстана. Традиционно на сабле в этом возрасте конкурируют четыре школы. Это Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, ну и еще Мособласть. Еще и, кстати, в принципе сейчас география разрастается. Из Нижнего Новгорода, из Самары есть люди, которые претендуют на сборную команду. Встречи круговые, по принципу каждый с каждым, поэтому перерыва на отдых практически нет. Но спортсменам не привыкать. Так, например, москвичка Ксения Иларионова тренируется шесть раз в неделю по два-два с половиной часа. Я занимаюсь давно, мне кажется, это уже смысл моей жизни. То есть я не собираюсь там бросать ничего, хочу дальше продолжать. Насыщенный тренировочный график приносит свои плоды. Столичная школа вновь подтвердила статус одной из самых сильных. Именно воспитанницы московских центров фехтования принесли общекомандную победу всей сборной. Два золота и два серебра. Новосибирская область тоже показала высокий результат. Два золота, одно серебро и сразу три бронзовых награды. И на этом на сегодня все. Смотрите наши выпуски и будьте в курсе самых интересных новостей из мира спорта Новосибирской области. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова